В народе верно говорят, примечай будни, а праздники сами придут. Действительно, праздников в нашей жизни становится все больше и больше. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Праздники, праздники, каких только нет. Вот, например, неожиданно появившийся несколько лет назад романтичный и светлый день Святого Валентина. Иными словами, день всех влюбленных. Еще недавно он был в диковинку, а теперь стал одним из самых популярных и желанных. И это замечательно и очень даже удобно. Ведь порой так непросто бывает найти в себе смелость, чтобы признаться в любви. А тут появился специально отведенный день, когда можно, не стесняясь, выражать свои чувства, посылать наполненные нежностью письма, преподносить своим любимым Валентинке сердечки, цветы и подарки. Дорогая моя, любимая, я сегодня хочу сказать, для меня ты самая милая. Больше такой не сыскать. Солнышко ты мое ясное, я не могу без тебя. И ничего нет прекраснее, чем жить друг друга любя. Давай никогда не ссориться, еще крепче друг друга любить. И пусть все плохое забудется, нам без любви не прожить. В день Святого Валентина всяк люби и будь любимым. Именно этому празднику была посвящена конкурсная шоу-программа «Трамвай любви», организованная работниками Дворца культуры, в которой приняли участие четыре супружеские пары с солидным семейным стажем. Ведь не даром говорят, любви все возрасты покорны. В этот день прямо на сцене Дворца культуры осуществилась поездка в так называемом «Трамвае любви» по маршруту проспекта любимых, переулок Радости. Мы прожили лет немало, вырастили пять детей, и сегодня к нам ночата ходят госты каждый день. Поиграем с ними вместе, хоть машинкой, хоть ничем, все болезни позабудут, будет старым и почем. ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА семейной стен газеты, каждая из которых содержала в себе самые интересные фотографии и поведала о лучших семейных увлечениях и традициях. КОНЕЦ В перерывах между конкурсами, пока участники за кулисами быстро переодевались, подготавливаясь к следующему выступлению, зрители тоже не скучали. Многие приняли участие в состязании на лучшие четверостишие о любви, используя предложенные рифмы «Любовь, морковь, цветы и ты», а художественные коллективы Дворца культуры разбавили праздник исполнением прекрасных музыкальных номеров. По всем правилам общественного транспорта не обошлось и без кондукторов-контролеров, которые не только обеспечили участников билетами с заданием и очередностью, но и зорко следили и оценивали конкурсантов по четырем номинациям. Обладателями первой «Лебезиная верность» стала пара базилевских Татьяна Константиновна и Юрий Васильевич. Я знаю, ты мне послан Богом, да гроба ты, хранитель мой. Номинация «Глаза в глаза, к руке рука» была присуждена паре Ермолкевич, Людмиле Петровне и Валентину Ивановичу. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош, и ты поешь. И жить торопятся и чувствовать спешат. Третья номинация присужденная семейной паре Байбородиных Ларисе Петровне и Владимиру Егоровичу. Словно художник, кисти проворной, смело мешает красная, черный пус. А в главной номинации с «Песней по жизни» победителями стали Людмила Федоровна и Александр Борисович Саратовы, сразившие и покорившие сердца и жюри, и публики необычным исполнением всех своих номеров и перевоплощением в роскошную экстравагантную эстрадную пару. ПЕСНЯ 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 По окончании вечера супружеская пара Саратовых с 35-летним семейным стажем, ставшая обладателем приза зрительских симпатий, получила в награду и обещанный подарок – романтический ужин в ресторане «Старый город». Мы даже не ожидали. Мы просто обыкновенные люди, угличане. Спасибо за поддержку, спасибо за добрые пожелания. И вообще за то, что вот так в угличе уделилось внимание семейным парам, которые уже долго-долго прожили вместе. Спасибо. Спасибо. Спонсорам нашим, которые помогли провести этот замечательный праздник. Может быть, что-то не так, но мы люди первый раз только выступали, но от души. Хотелось что-то доброе такое увидеть у всех в глазах, доброту, счастье и немножко благополучия и веселья. Как оказалось, Людмила Федоровна и Александр Борисович Саратовы – не коренные угличане. Пять лет назад они всей своей большой семьей переехали в наш город из Ташкента. И очень счастливы, что Углич стал для них не просто приятным, гостеприимным и доброжелательным городом, а самым настоящим родным домом. Продолжение следует...